Ре. Вис Этерс Ирте. 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 а тело, и я чувствую хорошую нагрузку. Да, со стороны это выглядит очень легко, между прочим, и просто. Да, но надо идти правильно. Вот мышцы спины работают, мышцы груди, мышцы рук. И потом, опять же, люди некоторые, ну, скажем, те, кто постарше, или те, у кого большой вес, они просто, если ходят, у них начинает появляться тяжесть в руках, руки оттекают. Здесь этого нет. В общем, здесь больше нагрузки. И, насколько я видел, диаграммы были, рисунки там, разные виды физической нагрузки и вот ходьба с палками. И там наибольшее количество мышц именно задействовано. То есть они не то чтобы накачиваются, то есть культуристам Шварценеггера вы от этого не будете. Но это и не нужно нормальному человеку. Нормальному человеку нужно, чтобы мышцы были в тонусе. А если много мышц работает, что это даёт? Во-первых, бодрость, силу, здоровье. И разгружает сердце, потому что больше мышц занимается перекачиванием крови. И общий тонус, и головному мозгу полезно. Головной мозг работает, он развивается, значит, всё в порядке будет с памятью и так далее. Так что развитие более гармоничное, чем при ходьбе, получается. Но вернёмся к цыгуну. И вот говоря о физической нагрузке, такое обывательское впечатление, которое складывается от цыгуни, у человека, который им никогда не занимался, что это что-то очень-очень простое и не имеет никакой физической нагрузки. Вот это действительно так? Хотя ведь это гимнастика, это спорт. Очень простое, да. Действительно легко научиться. Я для этого специально и книгу свою написал так. И, кстати, книга у меня в руках сейчас. Мы даже можем её показать, а вы параллельно можете рассказать. Да, я специально её написал так, чтобы любой мог научиться. Вот открыть её, почитать. Там есть картинки, там есть выход на видеоприложения, которые в Ютубе. То есть можно самостоятельно. Физическая нагрузка там своеобразная. Там медленные движения есть. Они медленные и плавные, но они всё равно дают мышцам работу. И мозгу тоже. Мозг очень любит вот такие медленные и плавные движения. Может быть, вы видели, по телевизору показывают, как китайцы в парках там делают тай-дзи или что-то такое. Это тоже, в общем, активная форма цыгуна. И после занятия люди говорят, что мы вроде ничего не поднимали, никакие тяжести и гантели. Но выполняя вот простые движения, у меня ощущение, что я два часа лопатой поработал. Почему? Потому что правильное дыхание, и дыхание улучшает работу мышц. И правильная мысль, направление мысли тоже туда, куда нужно, в ту мышцу, которая работает, это очень даёт хорошее состояние. И те люди, которые не могут тяжёлую физическую нагрузку выносить, или у которых, опять же, повышенное давление, скажем, дыхание, что-то такое, вот им как раз цигун очень показан. И в мире есть очень много исследований, которые показывают, что да, люди, которые не могут настоящую нагрузку держать, им цигун очень хороший. Давайте снова перейдём к практической части. Покажите ещё пару упражнений, которые могут выполнить каждый наш телезритель вот сейчас прямо сидя перед телевизором. Вот сидя, да? Да. Ну, если сидя перед телевизором, значит, надо нарисовать круги плечами. Можно при этом не отрываться от экрана. Смотрите внимательно, нарисуйте 9 кругов вперёд. Но хорошенько... Опять же, нечётное количество. Да, нечётное. Правильно. Вот при этом немножко, когда плечи уходят вперёд, растяните мышцы между лопатками, потому что там есть точка сердца. Китайцы ещё называют точкой счастья. И вот если она зажата, человек действительно чувствует себя несчастным. А если вот мы её растягиваем, то улучшается кровообращение спины, значит, разгружается спина, и улучшается работа сердца в эмоциональном плане. То есть душа немножко освобождается. Это правда. И 8 кругов назад. 8? 8. Потому что это... Ну, там механизм объяснять довольно долго. Объясните, пожалуйста, механизм. Вот что такое работа с энергией? Вот цигун, насколько мне известно, основывается на работе со своей собственной энергией, направляя её силой своей мысли. Всё это звучит так как-то мистически и мифически. Вот что это такое? На самом деле жизненная энергия – это ничего мистического в ней нет. Это, я бы так сказать, чистая физиология. И, кстати, многие говорят, занимаюсь у меня, или, скажем, в той же книге, там очень мало, то есть там вообще нет того, что у нас называют эзотерика какой-то. То есть жизненная энергия – это что? Это кровообращение, это тонус мышц, это работа нервной системы, это абсолютно реальные вещи. Но если ими управлять, когда они все вместе, они дают очень хороший эффект. Оздоравливающий, успокаивающий, укрепляющий, опять же, как я говорю, позвоночник, нормализующий, там, обмен веществ, там, сахара в крови и так далее, кровяное давление, улучшается сон и так далее. То есть здесь всё абсолютно практично. Ну, есть специальные виды цигуна, которые занимаются какими-то полётами в небеса, но мы этого не делаем, потому что я врач, мне главное, чтобы человек был здоров. Поэтому там просто так называется жизненная энергия. Мы привыкли, что это что-то невидимое. Да, она невидима, но зато она хорошо чувствуема. Если мы правильно сделаем упражнение, правильно помассируем точку, мы будем чувствовать что? Улучшится кровообращение, периферическое кровообращение. То есть вот... Ну вот покажите ещё что-нибудь. Вот так мои руки видно? Да, и мои даже уже... Вот прямые локти, не сгибая в локтях, хорошенько сжать кулак и выстрелить пальцами. Вот так вот, как будто выкинуть их вперёд. И сделать так 108 раз. 108? Сейчас мы 108, наверное, не успеем, хотя это недолго. И вот это очень хорошо. Кстати, у кого холодные потные руки и ноги, надо это делать вместе. Ногами тоже, ну насколько вы пальцы ног можете сжать и вот так вот ими выстрелить. Здесь, конечно, не видно, но в принципе вот так вот вместе. И главное, хорошо выпрямить, и чтобы локти не сгибались. И что это даёт? Это даёт очень хороший прилив крови к конечностям, то есть разгружается немножко. 108 раз это сделать не так-то просто. Это-то я ещё в физическом уровне. У меня уже руки устали. Немножко трудновато. Но если мы бы делали вместе, на занятии никаких проблем. Это улучшает работу мозга. Тоже уже замечено очень хорошо. Были случаи, когда человек, выполнив вот это, вдруг почувствовал прилив сил и бросил курить. Я помню, что он сказал, всё, я чувствую, что мне больше курить не надо. Это значит, мы избавляемся от кофе. В зависимости это от никотиновой зависимости. Да-да-да. А если мы ещё делаем вот это... Алкогольную не лечите, доктор? Если есть жалобы... Дело в том, что, когда человек занимается регулярно, у него больше в крови вырабатывается гормонов счастья, эндорфинов. Зачем ему туда алкоголь? Ему и так хорошо. То есть, а ведь эндорфины – это не шутка. Когда они есть в крови, то тогда человеку не просто приятно жить, а тогда лучше работает сердце, лучше работают сосуды, лучше работает пищеварение, даже кожа становится красивее. Всё тогда, когда есть вот эти гормоны счастья. То есть они обязательно должны быть. А цигун чем ещё хорош? Что спорт, физкультура – это значит так, надо хорошо поработать, покачаться, устать, вспотеть. Как это делается, когда качаешь мышцу? Да, сделай сколько можешь, а когда уже не можешь, тогда ещё пять раз. Тогда мышца будет расти. В цигуне немножко другой подход. Сами упражнения приятно выполнять, легко. То есть там кайф идёт уже сразу с самого начала. И может любой человек, который стоит или даже сидит, можно сидя всё это выполнять. Судя по всему, после повторения этих упражнений у наших телезрителей уже руки сами потянулись к телефонной трубке, они начинают набирать номера нашего прямого эфира. С нами хочет поговорить ещё один телезритель. Добрый вечер, мы вас слушаем. Если дождался... Да, здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, а вы можете прокомментировать мудрые комбинации пальцев? Они тоже какую-то энергию... А, мудрые. Они энергию передают. Это имеет отношение к цигуне или нет? Спасибо. В цигуне это называется немножко по-другому. Ну, объясните нам тоже, пожалуйста, мы не совсем поняли, что такое. Как это? Женщина спросила про мудры. Мудры. Мудры – это индийское слово, это в йоге применяется. Там комбинации пальцев, когда энергетические каналы или меридианы, по которым течёт жизненная энергия, они находятся на пальцах рук и ног. И есть учение о том, что складывая пальцы определённым образом, так можно как-то добиться другого течения энергии. В цигуне тоже это есть, там немножко по-другому они этим занимаются. Но, в принципе, говорят, что результаты есть. Я сам этого не делаю. Но, в общем-то, вот можно, скажем, для сохранения энергии вот сложили вот такую очень простую комбинацию. Ещё можно пальцы и ног соединить при этом. Ну, я, пожалуй, не буду. Вы, пожалуй, сейчас. Да? Ну, вот так вот. То есть это, да, это действительно работает. И главное при этом концентрация. То есть вы можете соединить пальцы. Но, пожалуйста, пусть ваше внимание тоже будет там в пальцах, а, например, не где-нибудь там ещё. Вне. Ой. Ну как? Я, по-моему, чувствую, что это, да, правда. Пошло, да? Да, ещё бы. А что? Серьёзное дело. Ну как? То есть энергия там, где твоя мысль. Да. Так китайцы и говорят. Ведь это же можно использовать и не только в цигуне. Это вообще такой, мне кажется, очень интересный, важный принцип вообще в жизни, который можно использовать в достижении различного рода целей. Нужно использовать. Обязательно. Дыхание, движение, мысль. Мысль, движение, энергия. Это обязательно нужно использовать. Обдумать, разговаривать со своим телом. Вот этому я учу людей. Если что-то болит, нужно правильно туда направить энергию. Иногда этого достаточно, чтобы прошло. Но надо правильно уметь это делать. У меня была беседа ещё с одним преподавателем, вернее, преподавательницей по цигуне. Она привела замечательный пример о том, что вот женщины, например, которые много работают в огороде, на грядке, очень большая физическая нагрузка и говорят, ну, казалось бы, такая большая физическая нагрузка. А где же их вот талии и всё прочее? Потому что их энергия, говорит она, не на талии, а на грядке. А если бы они в этот момент думали о фигуре, то они бы тогда имели просто идеальные параметры. Совершенно верно, да. Ну, зато на грядку она уходит, там все эти овощи будут такие вкусные. Потом вся семья поест, будет довольна. Откуда приходит главная угроза нашему здоровью? Главная угроза приходит изнутри, из головы, из нашей. Мы начинаем стрессовать, нервничать, как говорится, и бояться того, чего, может быть, не стоит бояться. И самое главное, мы внимание свое не направляем внутрь. забываем про свое тело, ищем что-то внешнее. Если мы начнем искать внутри, то тогда уже совсем, совсем просто будет со своим телом договориться. Есть простые упражнения, просто, допустим, закройте глаза, вдыхайте, представьте, что вдох входит в легкие, а на выдохе как будто энергия из легких, вот этот воздух, который же содержит массу всего, хорошую, особенно сейчас, когда все цветет, распространяется вот эта энергия по всему телу, направляйте ее мысленно в больное место. И уже вот неплохо вот такое вот сделать. Скажем, укреплять спину. Вдохнули внутрь, а на выдохе, представьте, что этот воздух идет через голову вверх, уши тоже, как у волка, поднимаются вверх, а плечи нет. И это укрепляет шею, потому что шея очень многих людей, особенно тех, кто работает у компьютера, проблемное место. Вот таким вот. Ну, здесь в книге это все написано. Я еще раз говорю, что можно начать без преподавателя. Я специально так ее написал. Специально все там так скомпоновано. Плюс есть еще видео. Там есть вот такая красивая закладочка. Там есть QR-код и выход на видеоматериалы в Ютубе. Они тоже доступны бесплатно. И вот только что наша телезрительница за эфиром задала вопрос вам, Игорь, насчет этого первого упражнения, когда мы массировали точку между указательным и большим пальцем против часовой и стрелки массировать или почасовой. Если вы хотите простимулироваться, то по. Но если давление при этом повышается, иногда бывает, хочется бодрости, а давление повышается, тогда ее лучше аккуратненько так помассировать немножко по, скажем, 10 раз по, 10 раз против. Вот так вот. Ну а если хотите успокоиться, то надо массировать против, закрыв глаза, представить, что точка улыбается и все внимание уходит внутрь. Тогда будет очень хорошо. Ну что же, спасибо вам большое за этот небольшой мастер-класс. Надеемся, он сделает здоровее и нас, и наших телезрителей. Благодарим нашего гостя, врач-социопсихолог, преподаватель Цигуна Игорь Кудрявцев был сегодня у нас в гостях. Мы же прервемся на короткую паузу.